Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. По одной из версий, название Балакова произошло от слова «балык». Рыбы в местных водоемах всегда было много. Может быть, поэтому любовь к рыбалке у балаковцев с рождения. В любое время года берега Волги, Иргиза, Ревяки, Каналов привлекают рыболовов со всей страны. И каждый, кто хоть раз забросил здесь удочку и поймал долгожданную трофейную рыбу, возвращаются на Волжские берега. Псев Балакова и Роман Каравко, когда в 2014 году ему пришлось уезжать из Донецка и начинать жизнь с чистого листа. Выбор пал на наш город не только потому, что здесь жила мама, к которой он часто приезжал, но и из-за большого количества рек. Здесь много воды, много рыбы, много рыбаков. Балаковское общество охотников и рыболов вступил. Во все федерации спорта Саратовской области вступил, потому что не могу без соревнований, без адреналина, без рыбалки. Выполнил норматив здесь кандидата в мастера спорта по спортивной рыбалке. Два раза с командой мы посещали чемпионаты России по федерной ловле. Рыбаки – люди особые, они любят тишину, уединение. Секреты рыбных мест не раскрывают, поэтому собрать в одну компанию несколько десятков любителей забросить удочку – задача не из легких. Но Роман своим энтузиазмом заразил балаковцев и дал толчок развитию федерной рыбалки в Балакове. Человек раз-два попробовав, даже побывал на фестивале, сразу понимает, что это его, и это интересно, это затягивает сильно. Сам Роман стал спортивным рыболовом почти 20 лет назад. На Украину увлечение федерной рыбалкой пришло гораздо раньше, чем в наш город. Там сказалось соседство с европейскими странами, где история федера насчитывает шесть десятков лет. Как-то там раньше это все началось, как-то это все быстрее. У нас даже такое было, что на чемпионат Донецкой области по фидеру проводились отборы в связи с тем, что количество людей, претендующих на участие, было ограничено, там до 40 человек, а желающих было около 60. Роман, когда приехал в Балаково, начал проводить рыболовные фестивали. На поплавок, на спиннинг, с лодки – такие турниры были в нашем городе и раньше. А вот донную удочку использовали редко. Для фидерной ловли в нашем городе было мало снастей, но со временем балаковцы полюбили этот вид рыбалки. Это только кажется, что ловить рыбу просто бросай себе удочку да вытаскивай. Правильный рыболов рассчитает скорость течения, направление ветра, дно водоема и даже настроение рыбы. А фидеристы еще и выбирают правильную прикормку. От того, как замешана вкуснятина для рыбы, зависит улов. Многие думают, что можно просто накормить рыбу, и рыба закроет рот и ляжет спать прям под камушком. Ну нет, это своеобразная такая тактика, когда мы рыбу привлекаем с дальних расстояний или заставляем концентрироваться именно на том месте, где мы ловим. Это такой секрет рыболовный. У каждой рыбы свои предпочтения, и рыболовы их должны знать. Карповые любят орехово-сливовый такой, бисквитный аромат, ягодные, допустим, клубника, малина, лещовые больше любят бисквит, анис, ваниль. Я сам, когда в 2004 году начинал, я сам был поражен этим гастрономическим вкусом рыбы. Оказывается, они есть, и на них, если акцентировать внимание, то можно ими привлечь. Когда Роман начал продвигать фидерную рыбалку в Балакове, он сразу решил, для объединения любителей этого вида ловли он будет делать именно фестивали. Это привлекает в наш город рыболовов из нескольких регионов. Самара, Волгоград, Ульяновск, Саратов, Пенза. Участники едут на Волжские берега отовсюду. И формат фестиваля, говорит Роман, воспринимается лучше, чем спортивные соревнования. Тот самый формат, наверное, такой непринужденной обстановки, где встречаются такие же, не обязательно спортсмены, просто любители, которые увлекаются одним, допустим, направлением. Спортивная рыбалка, все-таки труд, пять часов, не вставая с места, нужно думать быстро, нужно реагировать, нужно что-то менять. То есть это такой, после пяти часов тура устаешь, прям реально падаешь. За восемь лет в Балакове Роман изучил каждую реку, каждое озеро и канал, понял их особенности. За лето он проводит 3-4 фестиваля, каждый раз на новом месте, чтобы любители фидерной ловли смогли испытать свои силы и умения в различных условиях. И с каждым годом все больше рыболовов из других регионов выбирают наш город для того, чтобы провести здесь отпуск и поймать самую большую, трофейную рыбу.